Этот уже нельзя использовать батут? Нет, нет, сегодня точно нельзя. Сильный ветер может привести к печальным последствиям. На этих кадрах недавний рейд нашего телеканала по батутам города. Уже год эти аттракционы в зоне повышенного внимания. В мае 2021 года это видео потрясло всю страну. На Докучаево батут подлетел в воздух, пострадали маленькие дети. Одна девочка до сих пор в тяжелом состоянии. Во взрослую жизнь она заберет последствия халатности взрослых. Сегодня работа батутов почти никак не регулируется законодательством. Что касается аттракционов, это такое некое серое поле. Многие игровые комплексы получают формальные разрешения, то есть освидетельствования. Ну, то есть, поскольку в Алтайском крае соответствующих организаций, которые проводили освидетельствования, нет, но это, скорее всего, некая дистанционная форма. Это сродни такому медицинскому осмотру, когда за 5 минут 10 врачей и желательно за 200 рублей. Наш рейд также выявил, как правило, за порядок на аттракционе отвечает кассир. Могли бы рассказать, какая документация у вас есть на батутах? Ну, у меня никакой нет, у села начальства, у администраторов, у начальников. А при сборке ежедневной вы какие-то проверки осуществляете батута? То есть, есть какой-то регламент вообще в целом какой-то? Вы инструктаж или обучение проходили, то есть у работодателя? Нет. В этом году все батуты необходимо поставить на учет в Гостехнадзоре в зависимости от степени риска до 9 июля или до 9 октября. В скором времени многим батутам в Барнауле придется все-таки свернуться. Так, например, в одном из парков семейного отдыха с предпринимателем была проведена профилактическая беседа, после которой он вообще решил прекратить эксплуатацию аттракциона. А пока предприниматели выжимают из аттракционов последние деньги. Ведь ясно, что далеко не все батуты внесут в реестр. Госрегистрация выявит, где был куплен аттракцион, год его выпуска, а также другие характеристики. Эта информация будет доступна и потребителям. Но даже после регистрации владельцы батутов могут надуть клиентов. Ведь эксплуатация аттракционов – это не только полученный вчера документ, но и то, как сегодня будет натянуто крепление. Вероятно, без общественного контроля здесь не обойтись. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.